Из подтающего снега появились первые подснежники, но не те, что радует глаз. Весна показала, где выгуливали собак. На газонах, детских площадках. Словом, везде, куда ни встань. Проблема останется даже после того, как сойдет снег. Ответственных собаководов в Омске по-прежнему меньшинство. Можно ли как-то воздействовать на недобросовестных, разбирался Дмитрий Куканус. По утрам и вечерам омские дворы и скверы превращаются в отхожие места. Подтаявшие сугробы скрывают слой собачьих экскрементов. Владельцев собака-то нисколько не смущает. Скажите, пожалуйста, а вы за свои собаку убираете? А зачем? Вас не смущает то, что это как-то некрасиво? Наверняка здесь живете где-то? Да, рядом. Да ну бросьте. Снег растает, земля появится, видно ничего не будет. Угодить за подню может каждый на тропинках, пустырях и даже детских площадках. Пешеходы внимательно смотрят под ноги. Мамы пристально следят за детьми. Очень неприятно. Конечно, ну ходить как? Не убирают за собой. Желателем, конечно, чтобы убирали хозяева за собой, когда выводят своих животных. Надо делать отдельные места, где будут прогуливаться собачки с хозяевами. Они должны убирать за своими собаками, как это делается, по-моему, везде и на Западе. Но за рубежом проблему решают жесткие правила. В Америке штраф за выгул без поводка – 300 долларов. А в Германии владелец платит за своего питомца налог от 100 до 700 евро, в зависимости от породы. Уборка во время выгула даже не обсуждается. В России к нарушителям относятся проще. Правила содержания собак были прописаны в решении горсовета. И, помимо прочего, в них был такой пункт – владельцы собак должны не допускать загрязнения мест общего пользования в жилых домах, а также дворов и тротуаров. То есть, другими словами, делаешь два шага. И уже присевший на газон песик ничего не нарушал. Штраф составлял 100, максимум 500 рублей. Да и наказывали рублем лишь немногих заводчиков. Но уже более полутора лет и такой санкции не существует. В 2015 году этот свод правил был отменен. В Омском городском совете не могут принять муниципальный закон потому, что подобного нет в региональных актах. А он, в свою очередь, не издан потому, что и на уровне Федерации, на уровне Государственной Думы еще закон не принят. Он обсуждается уже несколько лет. И, как нам объясняют из экранов телевизоров, что много очень предложений, много очень поправок от населения, от общественных организаций приходит. И вот эту гору предложений и поправок никак не могут уже обработать, чтобы принять в окончательном виде. А пока все зависит от сознательности самих собаководов. Но сами они не хотят об этом думать. Одни, завидев видеокамеру, ускоряют шаг, другие уходят в противоположную сторону. За час нам попалась только одна ответственная амичка. А ведь цена вопроса всего несколько сотен рублей. Есть вот такой конструкции совочек. Одевается сверху мешочек. Вот. Захватываем. И все. И просто потом убираем. И даже руки остаются чистыми, да? Да мы даже не прикасаемся. Удобный захват или простой совок. Еще мешочки. Выбор в зоомагазине небольшой. Продавцы говорят, что таким товаром покупатели редко интересуются. Да и на полках он появился благодаря двум постоянным клиентам. Семейной паре из Италии, приехавшей на работу по контракту. И они, кстати, нас сподвигли на то, чтобы ассортимент расширить в этом отношении. И мы ставим их в пример. Вот. Многим людям. Чтобы хотя бы они задумывались, что надо убирать за животным. Не просто кормить. Дмитрий Кукана, Сартак Муродян и Павел Ходынский. Омск. Здесь.